Пятнадцатый урок разговорного тренинга для начинающих уровень А1. В этом уроке поговорим о отдыхе, отпуске. Итак, отпуск у нас der Urlaub, der Urlaub, мужской род. Идти в отпуск in Urlaub gehen. Здесь вообще, в принципе, как вы знаете уже из предыдущих уроков, предлог in требует вопроса где или куда, где это датив, куда акузатив. Если в отпуск это куда, то, соответственно, нам нужно der поставить в акузативе. Как меняется der в акузативе? На что? На den Urlaub. Получается in den Urlaub. Но, тем не менее, это такое словосочетание, достаточно распространенное. А есть такое правило-неправило, но, тем не менее, очень часто широко употребимые выражения, слова, словосочетания, у них пропадает артикль, например, как Sport machen. Заниматься спортом. Очень распространенное словосочетание. И, соответственно, мы не говорим den Sport machen. Шпорт мужского рода. Заниматься, как бы, вот, что именно? Den. Но den никогда не говорится. Говорится просто Sport machen. Или Sport treiben. Так и здесь. In Urlaub gehen. Хотя подразумевается in den Urlaub gehen. Хорошо, когда ты идешь в отпуск. Ван гейс ду in Urlaub? Ван гейс ду in Urlaub? Давайте, например, скажем, что я иду в отпуск летом. И гейс ду in Urlaub летом? Им зома, им зома. Все времена года у нас мужского рода получается in плюс датев in dem сокращенно им. Им зома осенью. Им хеапст зимой. Им винта. Весной. Им фрюлинг. Им зома. Им хеапст. Им винта. Им фрюлинг. Хорошо. И, кстати, в этом уроке у нас будет много прошедшего времени Perfect. Нам нужно будет сказать, нам нужно будет говорить все действия, которые мы осуществляем в прошедшем времени. То есть, вам нужно научиться делиться опытом то, что вы уже делали. Я, например, был там-то, я делал то-то и так далее. Например, в прошлом году я был в отпуске в мае. Быть. Глагол sein. У нас здесь прошедшее время. Я был. Вы знаете эту форму с предыдущих уроков. Давайте напомним. В прошлом году. Voriges Jahr war ich in Urlaub im Mai. Обращаем внимание на в прошлом году. Видите, есть буква V. Но в немецком языке применяется практически всегда вот такое выражение. Просто прошлый год. Это и будет переводиться в прошлом году. Voriges Jahr. Также, кстати, делается и в английском языке. Voriges Jahr war ich in Urlaub im Mai. В отпуске, где, здесь уже никуда, как у нас было вот здесь в начале, а в отпуске, где, датив. Опять-таки, остается также in Urlaub, хотя подразумевается уже не in den, как здесь, а in dem, где, датив. Der Urlaub менялась на dem. Voriges Jahr war ich in Urlaub im Mai. Хорошо. Когда бы вы были в последний раз в отпуске. Wann waren Sie letztes Mal in Urlaub? Последний раз. Это словосочетание применяется так же, как в прошлом году. Видите, в прошлом году у нас предлог «вы» есть, так и здесь «вы» последний раз, но в немецком языке. Просто говорим «прошлый год» последний раз. Let's test Mal среднего рода. Поэтому окончание «es» – let's test. Voriges Jahr тоже среднего рода. То есть, если мы согласовываем прилагательное «прошлый», ну то есть любое прилагательное, с существительным, которое среднего рода, то часто окончание имена «es», если нету артикля. Voriges Jahr – let's test Mal. Хорошо. Давайте ответим на этот вопрос. Когда вы были в последний раз в отпуске? Ну, давайте скажем, что «Я там был в отпуске», «последний раз я был в отпуске». Пускай будет летом. Последний раз, let's test Mal, war ich in urlaub. Летом. Im Sommer. Хорошо. Слово «отдых» будет «de acholung». «De acholung». «Отдыхать – sich acholung». Это возвратный глагол, о чем свидетельствует возвратное местоимение «es'ich». И если вы будете применять этот глагол, вам нужно вспомнить, как изменяется возвратное местоимение «es'ich». У нас уже не раз были глаголы с возвратным местоимением, давайте вспомним. Как нам сказать «я отдыхаю». То есть, по сути, у нас возвратное местоимение «es'ich» ставится в акузативе. «Ich erhole mich» – ты отдыхаешь. «Du erholst dich». Третье лицо – он, она, оно. «es'ich» так и остается. «Он отдыхает». «Er erholst sich». Ну, «она» и «оно» – то же самое. «Мы отдыхаем». «Wir erholen uns». «Вы отдыхаете два и более людей». «Ир erholst euch». «Ир erholst euch». «Ир erholst euch». «Они отдыхают». «Sie erholen sich». «И вы один человек». «Sie erholen sich». «Сie erholen sich». Третье лицо. Единственное множественное число у нас «sich» не меняется. Окей, давайте скажем, обычно мы отдыхаем и в Испании. «Normalerweise erholen wir uns in Spanien». «Обычно отдыхаем в Испании». «Normalerweise erholen wir uns in Spanien». Давайте скажем, обычно я отдыхаю. Ну, если, например, вы за границу не ездите, вы можете сказать, я отдыхаю в России. Скажите, обычно я отдыхаю в России. «Normalerweise erholen ich mich in Russland». Ну, можно уточнить, например, в Крыму или... Вот то, что касается острова или полуострова, это будет «auf». Например, в Крыму будет «auf der Krim». «Я обычно отдыхаю в Крыму», скажите. «Ich erholen mich normalerweise auf der Krim». Здесь острова и полуострова. По сути, принцип такой же, как и в русском языке. Мы применяем разный предлог. Если мы, например, говорим о стране какой-то, то это практически всегда «в», например, в Испании. А если мы говорим там на Канарских островах, то мы не говорим «в Канарских островах», да? Мы говорим «на Канарских островах». Вот, по сути, в немецком точно так же не «in», а «auf». На Канарских островах «auf канарischen Inseln». Хорошо. Если, например, в Украине, я отдыхаю в Украине, Украина у нас женского рода, города, страны, графические вообще названия женского рода, нужно еще кроме «in» сказать и «article». Так как это «где», да, в Украине, значит «датив», мы должны «de Ukraine» поставить в «датив». Получается «in der Ukraine». Итак, я отдыхаю обычно в Украине. «Ich erhole mich normalerweise in der Ukraine», например, на Черном море. «Am schwarzen meer». «Am schwarzen meer». «Am schwarzen meer». Хорошо, давайте вернемся к нашему видео. Последний раз у нас был отпуск в Малаге. То есть, последний раз мы имели отпуск в Малаге. Лестесмаль. «Hatten wir den Urlaub in Malaga?» «Imеть», «haben» в прошедшее время будет «hatte». Если вы от своего лица говорите «у меня был отпуск», «ich hatte den Urlaub». «У нас был отпуск», «wir hatten», «end» еще добавляется. «У нас был отпуск», «отпуск мужского рода», «der Urlaub». «Мы имели что?» «Что?» «Кого?» «Что?» «Вопросы аккузатива». Особенно, когда «haben» в своем самостоятельном значении, не как вспомогательный глагол, а как «иметь», то после него всегда «акузать». Хорошо. «Мне нравится отдых в Испании?» Два способа. Глагол «gefallen» нравится. «Мир gefällt» «de Erholung in Spanien». «Мир gefällt» «de Erholung in Spanien». Также можно сказать «Ich mag» Глагол «mögen» «Хотеть любить нравится». «Мне нравится» «Ich mag» «Ich mag die Erholung in Spanien». Применяйте, как вам удобно. Выбирайте любой вариант. В идеале нужно знать два варианта. «Мне нравится» «me gefällt». Но здесь с глаголом «gefallen» будьте осторожнее. Потому что если вы захотите сказать «мне нравится отдыхать», второй глагол. Когда у нас два глагола, то перед вторым ставится «цу». Если первый не модальный. Поэтому, если хотите сказать «наверняка», без ошибок, то применяйте глагол «mögen». «Ich mag die Erholung in Spanien». Но старайтесь два глагола пока что не применять. Потому что там есть своя специфика. Будете на более высоком уровне, хотя бы «a2», тогда уже можно строить предложение с двумя глаголами. Я имею в виду, когда первый глагол в предложении не модальный. Если это модальный глагол, то без проблем вы строите. Мы практиковали такие предложения. «Я там хочу пойти куда-нибудь», да? «Ich will gehen», да? «In den supermagen». Но здесь речь идет о том, когда первый глагол не модальный. Тут есть своя специфика. И ее нужно отдельно прорабатывать. Хорошо. Значит, запомнили. «Отдыхать зихи ахолин». «Я обычно отдыхаю». Ну, давайте скажем, что «я обычно отдыхаю». Пускай будет в Турции. «Я обычно отдыхаю в Турции». Турция еще одна страна, наряду с Украиной, которая женского рода. И нужно проговаривать отдельно артикль. То есть «die Türkei». «die Türkei». «В Турции». «Датив», «где». «die Türkei» ставим в «датив». «in der Türkei». Я обычно отдыхаю в Турции. Сами. «Hier hole meh, normalerweise, in der Türkei». «in der Türkei». Давайте также скажем, что мы обычно отдыхаем в Египте. Египет у нас будет Эгюптен. Давайте после Испании вот здесь напишу. Эгюптен. Вот так вот. Вот. Эгюптен. Мы обычно отдыхаем в Испании. Здесь поменялось на УНС, потому что мы действующее лицо. ВИР ЭРХОЛЕН УНС нормаля вайзе ин Эгюптен. Давайте скажем, что мне нравится отдых в Египте. Или отпуск, как угодно. ИС МАГ. ИС МАГ. ДЕН УРЛАУБ. ОДЕ ДИ ОРХОЛЕНК. ИН ЭГЮПТЕН. Еще раз. ИС МАГ. ДИ ОРХОЛЕНК. ИН ЭГЮПТЕН. Хорошо. Дальше идем. Условно выделим три направления. Море, горы и городской отдых. Понятно, что есть еще под направление, но тем не менее, если вдруг вам придется рассказывать на экзамене или какая-то другая ситуация про отдых, то вот достаточно универсальное, можно сказать, направление море, горы и городской отдых. Хорошо. Море у нас будет ДАСМЕА. ДАСМЕА. На море, где, например, отдыхать, да, это будет АММЕР. И так же, наверное, стоит отдельно прописать вот это вот АНДЕМ для лучшего понимания. То есть, мы берем, смотрим, применяется предлог АН. И, так как это АН, точно так же, как ИН требует вопроса, где или куда. Если мы отдыхаем на море в смысле, где, то ДАСМЕА мы должны поставить в ДАТИ. ДАСМЕА в ДАТИ будет ДЕМ. АН ДЕМ МЕР. Сокращенно АММЕР. Я отдыхаю летом на море. Скажите. ИХАХОЛЯМИХ ИМ ЗОМА АММЕР. Еще раз. ИХАХОЛЯМИХ ИМ ЗОМА АММЕР. Окей, если мы говорим, куда ехать, например, на море. ЛЕТОМ Я ЕДУ НА МОРЕ. Здесь, соответственно, уже будет куда АКУЗАТИВ. Это будет АН ДАСМЕА. То есть, ДАСМЕА в АКУЗАТИВе, как-то требует этот вопрос. Никак не меняется, но так и остается. ДАСМЕА. Средний род, НОМЕНАТИВ и АКУЗАТИВ неизменные. То есть, они одинаковые. АН ДАСМЕА. Сокращенно АНСМЕА. ИТАК ЛЕТОМ Я ЕДУ НА МОРЕ. ИМ ЗОМА ФАГАИХ АНСМЕА. ИМ ЗОМА ФАГАИХ АНСМЕА. Хорош. КУПАТЬСЯ В МОРЕ. Здесь уже речь идет о местонахождении в воде. Здесь уже другой предлог. НИ АН, АИН. И что такое у нас? ИМ, как оно расшифровывается? ИН ДЕМ. ИН ДЕМ. ИН ДЕМ. КУПАТЬСЯ В МОРЕ. ИН ДЕМ МЕР БАДЕН. БАДЕН. КУПАТЬСЯ, да? Помните, да? ВАННЕ БАДЕЦИМА. БАДЕЦИМА. ТАМ, ДЕМ КУПАЕТСЯ. Хорош. ИМ МЕР БАДЕН. Чуть дальше мы будем строить предложения в прошедшем времени. Например, Я КУПАЛСЯ В МОРЕ. Хорош. ПЛАВАТЬ У НАС. ШВИМЕН. ШВИМЕН. Давайте, наверное, следующим образом будем, вот, новые слова и глаголы будем говорить в третью форму, чтобы потом было легче сказать, построить в прошедшее время. КУПАТЬСЯ БАДЕН. Это слабый глагол. Третья форма будет ГЕБАДЕТ. ГЕБАДЕТ. То есть, образовываем сами. ГЕБАДЕТ. ПЛАВАТЬ У НАС ШВИМЕН. Это глагол СИЛЬНЫЙ. Есть три готовые формы. ШВИМЕН. ШВАМ. ГЕШВОМЕН. 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 Запомнили, да? Хорошо. Загорать на СОНЦЕ. Это дословно лежать в СОНЦЕ. ИН ДА ОЗОНА ЛИГЕН. ИН ДА ОЗОНА ЛИГЕН. Так. ЛИГЕН. Глагол СИЛЬНЫЙ. НУЖНО ЗНАТЬ ТОЖЕ ГОТОВЫЮ ФОРМУ. ЛИГЕН ЛАГ ГЕЛЕГЕН. 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 Хорошо. Значит, ГУЛЯТЬ ПО ПЛЯЖУ. АМ ШТРАНТ ШПАЦИРЕН ГЕЙН. АМ ШТРАНТ ШПАЦИРЕН ГЕЙН. ШПАЦИРЕН ГЕЙН. ДВОЙНОЙ ГЛАГОЛ. ГЛАВНОЕ ЗНАТЬ ФОРМЫ ГЛАГОЛ ГЕЙН. Это глагол НЕПРАВИЛЬНЫЙ. То есть, есть готовые формы. ГЕЙН, ГИНГ, ГЕГАНГЕН, ГЕГАНГЕН. И третья форма будет этого двойного глагола. ШПАЦИРЕН ГЕГАНГЕН. ШПАЦИРЕН ГЕГАНГЕН. ХОРОШО, ДАВАТЕ ПОПРОБУМ НЕСКО ПРЕДЛАЖЕНИЕ ПОСТРОИТЬ. ХОРОШО, Я ПЛАВАЛ В БАССЕЙНЕ. БАССЕЙН, ПО СУТЕ, НУ ЧАСТО ПРИ ГОСТИНИЦАХ ЕСТЬ БАССЕЙН. ДАВАТЕ ВИСПОМНИТ, КАК БУДЕТ БАССЕЙН. ДАШВИМБАТ, ДАШВИМБАТ. Я ПЛАВАЛ В БАССЕЙНЕ. БЕРЁМ ВЫГЛ ПЛАВАТЬ. БАССЕЙН, ШВИММЕН, КАК БУДЕТ ТРЕТЬЯ ФОРМА, ГЕШВОМН, ГЕШВОМН, ГЕШВОМН. ЭТО СЧИТАЕТСЯ, ЯРКО ВЫРАЖЕННЫМ ДВИЖЕНИЕМ ПЛАВАТЬ. И, СОТВЕСТВЕННО, ДЛЯ ПОСТРОИННИ ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ, ВСПОМОГАТЕЛЕННЫЙ ГРАГОЛ, НУЖЕН, ЗАЙН. Я ПЛАВАЛ, ОТДЕЛЬНО СКАЖИТЕ, Я ПЛАВАЛ. ИХ БИН ГЕШВОМН, ИХ БИН ГЕШВОМН, ТЕПЕРЬ Я ПЛАВАЛ В БАССЕЙНЕ, ИХ БИН В БАССЕЙНЕ, ИН, В, ДА, ИН ТРЕБУТ ВОПРОСА ГДЕ ИЛИ КУДА, В БАССЕЙНЕ ГДЕ, ЗАНЧЕТ БУДЕТ ДАТИВ, СТАВИМ ДАС В ДАТИВЕ, ДЭМ, ИХ БИН ИН ДЭМ ШВИМБАД, И ТРЕТЬЯ ФОРМА, ШВИММЕН, ГЕШВОМН, ГЕШВОМН, А ТЕПЕРЬ СКАЖИТЕ, Я ПЛАВАЛ В МОРЕ, ИХ БИН ИМ МЕР, ГЕШВОМН, ИХ БИН ИМ МЕР, ГЕШВОМН, ИХ БИН ИМ МЕР, ГЕШВОМН, Я КУПАЛСЯ В МОРЕ, КУПАТЬСЯ КАК БУДЕТ? БАДЕН, БАДЕН, СЛАБЫЙ ГЛАГОЛ, САМИ ОБРАЗОВЫМ ТРЕТЬЮ ФОРМУ, ГЕБАДТ, ОТДЕЛЬНО, Я КУПАЛСЯ, И КСТАТИ, А вот что касается КУПАТЬСЯ, это не считается ярко выраженным движением, почему я не знаю, но вот так в немецком языке, плавать и купаться по сути для меня одно и то же, и в моем понимании это ярко выраженное движение, но стоит запомнить, что если вы хотите построить прошедшее время с глаголом ШВИММЕН, то вспомогательный будет ЗАЙН, ИХ БИН ГЕШВОМН, но если я купался, то ИХ ХАБЕ ГЕБАДЕТ, ИХ ХАБЕ ГЕБАДЕТ, Я КУПАЛСЯ В МОРЕ, ИХ ХАБЕ ИМ МЕР ГЕБАДЕТ, Спросите, ты купался в море? ХАЗ ДУ ИМ МЕР ГЕБАДЕТ? ХАЗ ДУ ИМ МЕР ГЕБАДЕТ? Скажите, да, конечно, я купался в море. Я, НАТЮРЛИЙШЬ, Я, НАТЮРЛИЙШЬ, ИХ ХАБЕ ИМ МЕР ГЕБАДЕТ, Я ЗАГОРАЛА НА СОЛНЦЕ. КАК БУДЕТ ВЫРАЖЕНИЕ ЗАГОРАТЬ НА СОЛНЦЕ? ЛЕЖАТЬ В СОЛНЦЕ. ИНДА ЗОНЫ ЛЕЖАТЬ ЛИГЕН, ЛИГЕН. У нас был глагол ЛИГЕН много раз, но в значении другом, в значении находиться. ЛИГЕН ЛЕЖАТЬ И ТРЕТЬЯ ФОРМА, МОЖЕТ БЫ ЗАПОМНИЛИ? ГЕЛЕГЕН. ТРЕТЬЯ ФОРМА ВОБЩЕ НУЖНО УЧИТЬ. ТРЕТЬЯ ФОРМА СРАЗУ, НЕ ПЕРВУЮ ТРЕТЬЮ, А СРАЗУ ПЕРУЮ, ВТОРУЮ, ТРЕТЬЮ. ЛИГЕН ЛАГ ГЕЛЕГЕН. ЛИГЕН ЛАГ ГЕЛЕГЕН. ИТАК, ДАВАТЕ СКАЖЕМ, Я ЗАГОРАЛА НА СОЛНЦЕ. ЛЕЖАТЬ ЭТО НЕ ДВИЖЕНИЕ, ПОЕТОМ ВСПОМОГАТЕЛЬ НА ГЛАГОЛ ХАБЕН. ИТАК, ИХАБЕ. ИНДА ЗОНЫ ГЕЛЕГЕН. ИХАБЕ. ДАВАТЕ СКАЖЕМ, Я ЗАГОРАЛА НА СОЛНЦЕ, ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ. ИХАБЕ. ДАВАТЕ СКАЖЕМ, Я ЗАГОРАЛА НА СОЛНЦЕ, ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ. Хорошо, мы гуляли по пляжу. Вспоминаем выражение, гулять по пляжу. ГУЛЯТЬ КАК. ШПАЦИРЕН ГЕЙН. ШПАЦИРЕН ГЕЙН. ПО ПЛЯЖУ. ПЛЯЖ. ШТРАНТ. ШТРАНТ. ПО ПЛЯЖУ. АМ ШТРАНТ. А давайте отдельно скажем, я гуляла. ИХ БИН. Это движение. ИХ БИН. ШПАЦИРЕН ГЕГАНГЕН. ИХ БИН. ШПАЦИРЕН ГЕГАНГЕН. ИХ БИН. АМ ШТРАНТ. ШПАЦИРЕН ГЕГАНГЕН. Я гуляла по пляжу каждый день. ИХ БИН АМ ШТРАНТ. ЙЕДЕН ТАК. ЙЕДЕН ТАК. ШПАЦИРЕН ГЕГАНГЕН. ЕЩЕ РАЗ САМИ. ИХ БИН АМ ШТРАНТ. ЙЕДЕН ТАК. ШПАЦИРЕН ГЕГАНГЕН. Хорош. И так второе направление. условное для отдыха. Для отпуска. Это горы. ДИ БЕРГЕ. ДИ БЕРГЕ. Горы. И так отдыхать в горах. Это будет ИН ДЕН БЕРГЕН. ИН ДЕН БЕРГЕН. Где? Ехать в горы. ИН ДИ БЕРГЕ. Более подробно разберем. Опять таки предлог ИН. Который вы знаете. Он требует вопроса где или куда. У нас ДИ БЕРГЕ. МНОЖЕСТВЕННОЕ число. Подчеркиваю. МНОЖЕСТВЕННОЕ. ДИ. И так как ДИ нам нужно поставить ДИ в дативе. ДИ в дативе множественное число меняется на ДЕН. ИН ДЕН БЕРГЕН. Еще Н добавляется. Всегда. Я уже не раз говорил в этих уроках этого тренинга. Это что всегда в дативе множественного числа добавляется буковка Н. Ко всем. Абсолютное. Без исключения. Существительным. Ну конечно если это Н есть в номинативе в первом падеже. То есть в начальной своей форме. То она уже не нужна. Если ее нету, она в любом случае добавится. В горах ИН ДЕН БЕРГЕН. Например, я отдыхаю в горах. Если, например, ехать, направляться в горы. Там, например, летом я поеду в горы. Здесь у нас КУДА вопрос. Соответственно, ДИ ставим в аккузативе. А ДИ в аккузативе никак не меняется. Так и остается. ИН ДИ БЕРГЕ. Выражение ХОДИТЬ В ПОХОДЫ АУС ФЛЮГИ МАХН. АУС ФЛЮГИ МАХН. Более, скажем так, дословно. Это адаптированный перевод. ХОДИТЬ В ПОХОДЫ. Более точный перевод. ДЕЛАТЬ В ВЫЛАЗКИ. АУС ФЛЮГ. Это как прогулка, вылазка. А вот во множественном числе АУС ФЛЮГИ МАХН. То есть делать вылазки. Как правило, это переводится как... То есть делать походы. ХОДИТЬ В ПОХОДЫ. Поэтому будьте внимательны, когда переводите это предложение. ВЫ нам не нужно. Например, я часто или я люблю ходить в походы. Как вы его сказали? ИСМАК. ИСМАК. Нам не нужен глагол ЛИБЕН. Вот то, что вы любите, предпочитаете какую-то деятельность, что-либо делать. Всегда говорите МАК. ИСМАК. И так, я люблю ходить в походы. ИСМАК. АУС ФЛЮГИ МАХН. Второй глагол, напомню, стоит в самом конце, в своей начальной форме. Никаких окончаний у него нет. МАХЕН. ИСМАК. АУС ФЛЮГИ МАХН. ПОДНИМАТЬСЯ В ГОРЫ. ГОРЫ ДИ БЕГЕ. И ПОДНИМАТЬСЯ у нас такой специфический глагол. Он звучит ХИНАУФ ШТАЙГЕН. ХИНАУФ ШТАЙГЕН. Я подчеркнул ХИНАУФ, так как это приставочка отделяемая. И она, соответственно, идет в конец предложения. Если только один глагол в предложении. Также вариант ХОГ ГЕЙН. Подниматься. И так будет, и так будет. Можно любой глагол применять. Причем ХОГ будет играть роль здесь приставки. И также отделяться в самый конец. Давайте попробуем сказать, что я люблю подниматься в горы. С первым глаголом ХИНАУФ ШТАЙГЕН. Я люблю подниматься в горы. А еще один момент. Смотрите. Важный момент. Видите в русском варианте В ГОРЫ. А в немецком варианте В нету. Это специфика глагола ХИНАУФ ШТАЙГЕН и ХОГ ГЕЙН. Предлога В в данном случае, в данной ситуации с этими глаголами не нужно. То есть, в немецком языке мы должны дословно сказать Я люблю подниматься в горы. В не говорим. Просто подниматься в горы. Это важный момент. Итак, я люблю подниматься в горы. Иш мак Ди Берге ХИНАУФ ШТАЙГЕН. Не отделяется ХИНАУФ, потому что это второй глагол в предложении. И если он второй, то приставочка не отделяется. Если бы мы сказали Я поднимаюсь в горы. Как, например, можно с ГЕРН сказать. ГЕРН это не глагол. Соответственно, мы можем выразить предложение Я люблю подниматься в горы. С ГЕРН. Тогда у нас приставочка отделится. Иш тайге ГЕРН Ди Берге ХИНАУФ. Вот так. Тоже можно сказать. Иш тайге ГЕРН Ди Берге ХИНАУФ. Или Их гея ГЕРН Ди Берге ХОХ. Вот таким образом. Если это горы зимой, то вы можете кататься на лыжах, на сноуборде и так далее. Лыжи у нас ШИ, несмотря на то, что пишется. С-К-И Мы говорим ШИ. ШИ. ШИЛАУФН. Кататься на лыжах. СНОУБОДФАРН. Давайте возьмем кататься на лыжах. Зимой я люблю кататься на лыжах в горах. Зимой я люблю кататься на лыжах в горах. Любой вариант берите. Или Ишмак, или СГЕРН скажите. Можно и так и так сказать. Давайте. им ВИНТЕ МАГ ИХ ШИ В ГОРАХ. ИН ДЕН БЕРГЕН ЛАУФН. ЕЩЕ РАС. ИН ДЕН БЕРГЕН ЛАУФН. Просто давайте скажем. Я люблю кататься на лыжах зимой. ИК МАГ ШИ ЛАУФН. ИХ МАГ ШИ ЛАУФН. ИН ДЕН БЕРГЕН ЛАУФН. Я люблю кататься на сноуборде. ИХ МАГ СНОУБОДФАРН. ИХ МАГ СНОУБОДФАРН. Также очень часто, когда речь идет о вылазках на природу, там походы, глагол ЦЕЛЬТАН. Может быть, вы встретите как существительное. ЦЕЛЬТ. Палатка. Также есть глагол ЦЕЛЬТАН. ЖИТЬ В ПАЛАТКЕ. Очень часто встречается в экзаменах этот глагол или как существительное. С этим глаголом ЦЕЛЬТАН можно сказать, что мы... Я люблю жить в палатке. Давайте так скажем. ИХ МАГ ЦЕЛЬТАН. Все просто. Вот ЦЕЛЬТАН включает в себя три слова. ЖИТЬ, В, И, ПАЛАТКЕ. И так, значит, я люблю жить в палатке. ИХ МАГ ЦЕЛЬТАН. Можно добавить ЛЕТОМ. ИХ МАГ ИМ ЗОМА ЦЕЛЬТАН. ИХ МАГ ИМ ЗОМА ЦЕЛЬТАН. Второй глагол идет в самый конец. ИХ МАГ ИМ ЗОМА ЦЕЛЬТАН. ЦЕЛЬТАН. Хорошо. Несколько предложений построим по вот этому направлению горы. Итак, выражение ходить в походы мы сейчас скажем в прошедшем времени. Мы много ходили в походы. Выражение ходить в походы как? АУСФЛЮГИ МАХАМ. АУСФЛЮГИ МАХАМ. И так, обычный ПАРФЕКТ. Мы много ходили в походы. Сами. ВИ ХАБН ВИЛЬ АУСФЛЮГИ ГЕМАХТ. ВИ ХАБН ВИЛЬ АУСФЛЮГИ ГЕМАХТ. ТОЕСТЬ МЫ МНОГО ДЕЛАЛИ ВЫЛАЗАК ДОСЛОВНО. ВИ ХАБН ВИЛЬ АУСФЛЮГИ ГЕМАХТ. Теперь мы жили в палатках. Вы жили в палатке? ЦЕЛЬТАН, да? Это слабый глагол. Сами строим третью формулу. ВИ ХАБН ГЕЦЕЛЬТ. ВИ ХАБН ГЕЦЕЛЬТ. Все очень просто. ГЕЦЕЛЬТ. ГЕМАХТ. Так, теперь. Давайте вот последнее. Зимой я катался на лыжах, а потом вот самое сложное будет. Зимой я катался на лыжах. Катался на лыжах как? ШИ ЛАУФЕН, ШИ ЛАУФЕН. ЛАУФЕН, третья форма. ЛАУФЕН, ЭЛИФ, ГЕЛАУФЕН. ГЕЛАУФЕН. Я катался, скажите. ИХ БИН ГЕЛАУФЕН. Это движение кататься, соответственно, вспомогательный глагол будет ЗАЙН в форме БИН. ИХ БИН ГЕЛАУФЕН. Я катался на лыжах. ИХ БИН ШИ ГЕЛАУФЕН. Я зимой катался на лыжах. ИХ БИН ШИ М ВИНТЕ ГЕЛАУФЕН. ИХ БИН ШИ М ВИНТЕ ГЕЛАУФЕН. Тоже несложно. Следующее предложение будет уже посложнее. Тут уже ваш выбор будет, применять его или нет. Я поднимался в горы. Итак, подниматься у нас будет как? ХИН АУФ ШТАЙГЕН. ХИН АУФ ШТАЙГЕН. В основе глагол ШТАЙГЕН. Для того, чтобы нам правильно построить предложение о прошедшем времени, нам нужно знать три формы этого глагола. Это глагол СИЛЬНЫЙ. У него есть три готовые формы. ШТАЙГЕН, ШТИГ, ГЕШТИГЕН. ГЕШТИГЕН. То есть, третья форма будет ГЕШТИГЕН. ГЕШТИГЕН. Но у нас есть приставочка отделяемая. Она добавляется вот здесь. ХИН АУФ ГЕШТИГЕН. То есть, вот такая вот третья форма будет. ХИН АУФ ГЕШТИГЕН. И подниматься. Это считается ярко выраженным движением. Соответственно, вспомогательный глагол будет какой? При построении перфекта. ГЕШТИГЕН. Я поднимался. Давайте просто сначала скажем. Я поднимался. ИХ БИН ХИН АУФ ГЕШТИГЕН. ИХ БИН ХИН АУФ ГЕШТИГЕН. Теперь давайте вспомним. В ГОРЫ. КУДА. АКУЗАТИВ. ИХ БИН ХИН АУФ ГЕШТИГЕН. ИХ БИН ХИН АУФ ГЕШТИГЕН. Может быть глагол ХОРГЕЙН. Возможно, вам будет легче сказать глагол ХОРГЕЙН. Третья форма ХОРГЕЙН. Для этого нужно вспомнить третью форму глагола ГЕЙН. ГЕЙН ГИН ГЕГАНГЕН. Третья форма будет ХОРГЕГАНГЕН. ИХ БИН ХИН ДЕ БЕРГЕ ХОРГЕГАНГЕН. Забрались? Так, и давайте напишем вот это последнее предложение. Зимой катался на лыжах. ИХ БИН ИХ БИН ДЕ БЕРГЕГАНГЕН. ИХ БИН ДЕ БЕРГЕГАНГЕН. ИХ БИН ДЕ БЕРГЕГАНГЕН. Есть? Есть. Значит, куда? ИН ДЕ БЕРГЕ. Но где? В ГОРАХ. Например, ЛЕТОМ Я БЫЛ В ГОРАХ. Как вы скажете? ИМ ВИНТЕ ВАР ИХ ИН ДЕН БЕРГЕГЕН. Дайте в множество числа. ИН ДЕН БЕРГЕГЕН. ИМ ВИНТЕ ВИН ЗОМА ВАР ИХ ИН ДЕН БЕРГЕГЕН. Хорошо. ТРЕТЬЕ НАПРАВЛЕНИЕ, КОТОРОЕ НАМ СТОИТ ОБСУДИТЬ, ЭТО ЭКСКУРСИЯ. УСЛОВНО ГОВОРЯ, ЭТО ГОРОДСКОЙ ОТДЫХ, КОДА ВЫ ХОДИТЕ. СМАТРАВИТЕ ДОСТОПРОМЕЧАТЕЛЬНОСТИ, ИСХОДИТЕ НА ЭКСКУРСИИ, И ТАК ДАЛЕ. УСЛОВНО ПРОСТОМУ НАЗОВЕМ ЭКСКУРСИЯ. ДИ ЭКСКУРЗИОНИ. ДИ ЭКСКУРЗИОНИ. ТЕКЖЕ МОЖНО НАЗВАТЬ КАК ШТАТУРЛАУП. ШТАТ ГОРОД, УРЛАУП, ОТПУСК, ГОРОДСКОЙ ОТПУСК. ДИ ЭКСКУРЛАУП. ИТАК, ВЫРАЖЕНИЕ ОСМАТРИВАТЬ ДОСТОПРОМЕЧАТЕЛЬНОСТИ, У НАС БУДЕТ ДИ ЗЕЙНСВУДИХКЕЙДН БЕЗИЧТИГЕН. ДОСТАТЬЧНО ГРОМОЗДКО ЗВУЧИТ. Рекомендую запомнить в первую очередь глагол БЕЗИЧТИГЕН, ОСМАТРИВАТЬ, СМОТРЕТЬ, ОСМАТРИВАТЬ. Вот этот глагол применяется в значении СМОТРЕТЬ именно в этой теме, когда вы что-то новое смотрите, как турист, например, да? Город осматривать, не знаю, какие-нибудь церкви, там, костелы и так далее. А вот это слово ДИ ЗЕЙНСВУДИХКЕЙДН, ну, не запомните, так не запомните, будьте БЕЗИЧТИГЕН применять с другими существительными. В основе глагола БЕЗИЧТИГЕН есть слово ЗИХТ, ЗИХТ, ЗИХТ это как взгляд, как вид, вот, может быть, так легче будет запомнить, БЕЗИЧТИГЕН, это слабый глагол. Значит, вы можете сказать, что я люблю осматривать достопримечательность. Дальше, ходить на экскурсию. Обращаю ваше внимание на то, как произносятся вот эти вот четыре буквы. Не СИОН, никак по-другому, а ЗИЁН, ЗИЁН, ЭКСКУЗИЁН. Я часто хожу на экскурсию, на экскурсии, давайте. ИГИ ОФТ, часто, ИГИ ОФТ, АУФ ЭКСКУЗИЁН, АУФ ЭКСКУЗИЁН, ИГИ ОФТ, АУФ ЭКСКУЗИЁН. Хорошо. Также, мы можем сказать, я люблю ходить на экскурсии. Давайте с глаголом, то есть, с наречием ГЕРН скажем. ИГИ ОФ ЭКСКУЗИЁН. Хорошо. посещать БЕЗУХЕН, у нас уже был этот глагол, БЕЗУХЕН, посещать курсы, например, ТЕН ДОЙЧ КУРС БЕЗУХЕН, да? В данном случае, мы будем посещать ТЕАТР, МУЗЕИН, это множественное число, ДИ ТЕАТР, ДИ МУЗЕИН, ДИ ТЕАТР, ДИ МУЗЕИН. Я ВСЕГДА ПОСИЩАЮ ТЕАТРЫ И МУЗЕИ, ИГИ ОФ ЭКСКУЗАЮ ТЕАТРЫ И МУЗЕИН. ИГИ ОФ ЭКСКУЗАЮ ТЕАТРЫ И МУЗЕИН. ЗНАКОМИТЬСЯ С КУЛЬТУРАЙ ЛЮДЬМИ. ЗНАКОМИТЬСЯ ДВОЙНОЙ ГЛАГОЛ КЕННЕЛЕРНЕН, КЕННЕЛЕРНЕН, А также, как глагол ШПАЦИРНГИН, он таким же образом применяется. И, особенность этого глагола КЕННЕЛЕРНЕН, то, с чем или с кем мы знакомимся, мы ставим в АКУЗАТИВЕ, БЕЗ ПРЕДЛОГА. Это что значит? То есть, нам СЫ, вот это, которое в русском варианте, нам не нужен. Мы говорим, я люблю знакомиться, культура, люди. Вот так. Хорошо, давайте скажем, я люблю знакомиться с НОВОЙ КУЛЬТУРОЙ. КУЛЬТУРА ДИ КУЛЬТУРА, поэтому у прилагательного будет окончание Э, которое соответствует женскому роду. НОЕ КУЛЬТУРА, КУЛЬТУРА, НОЕ КУЛЬТУРА, я люблю знакомиться с НОВОЙ КУЛЬТУРОЙ. ИХ МАГ, НОЕ КУЛЬТУР, КЕНЛЕРН, ИХ МАГ, НОЕ КУЛЬТУР, КЕНЛЕРН, есть? Хорошо, я люблю, мне нравится знакомиться с НОВОЙ КУЛЬТУРОЙ. ГЕФАЛЕН давайте не будем применять, вы как бы пока что теоретически будете знать этот глагол. Там просто есть одна специфика, которую, я считаю, нужно раскрывать на более высоком уровне. Мне нравится знакомиться с НОВОЙ КУЛЬТУРОЙ. Давайте скажем с наречием ГЕРН. Здесь вы должны учитывать, что КЕНЛЕРН, так как он двойной глагол, КЕНН, первый глагол, играет роль приставки, и он будет отделяться, идти в конец. Соответственно, за основу вы берете глагол ЛЕРН. ИХ ЛЕРНЕ ГЕРН ИХ ЛЕРНЕ ГЕРН НОВОЕ ЛЮДИ. НОВОЕ ЛЮДИ. НОВОЕ ЛЮДИ. ОДА МЕНЧЕН. И в конце не забудьте КЕНН. САМИ. ИХ ЛЕРНЕ ГЕРН НОВОЕ ЛЮДИ КЕНН. ИХ ЛЕРНЕ ГЕРН НОВОЕ ЛЮДИ КЕНН. ЕСТЬ. ХРОШО. НИЗКО ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ. ИТАК, ПОПРОБУЙТЕ ВСПОНИТЬ, КАК ДВАРИТСЯ ОСМАТРИВАТЬ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ. ДИ СЕЙНСВЮДИХ КАЙТЕН БЕЗИХТИГЕН По сути у нас этот вот СЕЙНСВЮДИХ КАЙТЕН глагол СЕЙН ВИДИТЬ, СМОТРЕТЬ ВЮДИХ ДОСТОЙНЫЙ И КАЙТЕН КАЙТ Это СУФИКС Это просто СУФИКС В основе здесь СМОТРЕТЬ ДОСТОЙНЫЙ То, что ДОСТОЙНО ОСМОТРА СЕЙНСВЮДИХ КАЙТЕН Хорошо БЕЗИХТИГЕН ОСМАТРИВАТЬ Нам нужно в прошедшем времени третью форму этого глагола Это слабый глагол Значит, как будет третья форма? БЕЗИХТИГТ БЕЗИХТИГТ Префикса ГЕ вначале не будет Потому что БЕ Приставочка неотделяемая А если у нас есть Неотделяемая приставочка То Префикса ГЕ Нету Он исчезает То есть Применяется Неполная Третья форма БЕЗИХТИГТ Хорошо Давайте скажем сначала Я осматривал Я осматривал ГОРОТ Я ХАБЕ ДИ ШТАТ БЕЗИХТИГТ Я ХАБЕ ДИ ШТАТ БЕЗИХТИГТ Мы Я посещал музей и театры Посещать как будет БЕЗУХН БЕЗУХН Слабый глагол БЕ Приставочка Неотделяемая Как я уже говорил Значит Третья форма будет как БЕЗУХТ БЕЗУХТ Я посещал Скажите Я посещал музей и театры Я посещал музей и театры Я посещал музей и театр БЕЗУХТ Хорошо Теперь Я познакомился Или познакомилась С новыми людьми Давайте сначала С новыми людьми Напоминаю, что С мы не говорим Просто Новые люди Как будет знакомиться КЕНЛЕРН КЕНЛЕРН Это глагол СЛАБЫ То есть Вам нужно знать Убрать за основу Гагол ЛЕРНЕН И самому Или самой Построить Третью форму Третья форма ЛЕРНЕН Будет как ГЕЛЕРНТ ГЕЛЕРНТ Третья форма КЕНЛЕРНЕН КЕНЛЕРНТ Я познакомился Я познакомился Я познакомился с новыми людьми Их культуры Их это Притяжательное местоимение То есть Вам нужно вспомнить Что есть Они И есть местоимение Которое соответствует Этому То есть Есть например Я Их И Притяжательное местоимение Которое соответствует Мне Это будет Мой МАЙН А они Какое будет местоимение ИР ИР Но культура у нас Женского рода ДИ КУЛЬТУА Соответственно Будет не просто ИР А буковочка Э Добавляется ИР КУЛЬТУР Я Познакомился С новыми людьми И их культурой Их Хабы НОИ ЛЮТЕ УНТ ИР КУЛЬТУР КЕННЕНГЛЕРТ Третья форма В самом конце САМИ Замечательно Также можно Несколько слов Сказать И Про глагол ПРОВОДИТ ВРЕМЯ Например ЗАЙТ ВЕРБРИНГЕН ВЕРБРИНГЕН ПРОВОДИТЬ Я ПРОВОЖУ МНОГО ВРЕМЕНИ С СЕМЬЕЙ Я ПРОВОЖУ МНОГО ВРЕМЕНИ В ОТПУСКЕ Например Я ПРОВОЖУ МНОГО ВРЕМЕНИ С СЕМЬЕЙ Я ЛЮБЛЮ ПРОВОДИТЬ ВРЕМЯ НА ПРИРОДЕ Обязательно Запомните ВРОЖЕНИЕ НА ПРИРОДЕ AUF DEM LANDE Если у вас есть свой словарик Запишите Обязательно Это выражение НА ПРИРОДЕ Можно также перевести ЗА ГОРОДОМ AUF DEM LANDE Я люблю проводить ВРЕМЯ НА ПРИРОДЕ Здесь два глагола Люблю И ПРОВОДИТЬ Второй Идет самый конец В начальной форме Без изменения В середине Наполнение Обязнение Что именно я люблю ПРОВОДИТЬ Где Я люблю проводить ВРЕМЯ Где В ДЕМ ЛАНДЕ ОДА ИМ ВАЛД В ЛИСУ Я люблю проводить ВРЕМЯ Есть Пускай будет с друзьями В отпуске я провожу ВРЕМЯ с друзьями ИН УРЛАУБ ВЕРБЫГИХ ЗАЙТ МИТ ДЕН ФРОЙНДЕН МИТ ДЕН ФРОЙНДЕН Еще раз напомню Что друзья Будет просто ДИ ФРОЙНДЕ Без Н Но Н ДОБАВЛЯЕТСЯ В ДАТИВЕ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА С ДРУЗЬЯМИ МИТ ДЕН ФРОЙНДЕН Хорошо Также стоит знать Как С помощью какого предлога Нам сказать Указать длительность Например Отпуска На Какой-то промежуток времени Например Вы едете в отпуск На Говорите на сколько На Столько-то дней На столько-то недель МЕСЯ Вот На В данном случае Будет ФРОЙНДЕН А сам Предлог ФРОЙНДЕН После себя Требует АКУЗАТИВА Автоматически Вопрос не нужно ставить Если есть ФРОЙНДЕН Значит будет АКУЗАТИВ Здесь мы будем Сталкиваться Скорее всего С числами Которые будут Больше единицы А если это так То нам Не нужен будет Артикль Например На Десять дней ФРОЙНДЕН ТАГЕ ФРОЙНДЕН ТАГЕ ФРОЙНДЕН ТАГЕ Я Беру отпуск На Десять дней Скажите ФРОЙНДЕН 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 Прошедшее время БРАТЬ НЕМЕН ТРЕТЬЯ ФОРМА Для прошедшего времени ГНОМЕН ГНОМЕН Я взял Скажите Я взял Отпуск ФРОЙНДЕН Еще раз САМИ ФРОЙНДЕН ГНОМЕН В последний раз Я брал Отпуск На Две Недели В последний Раз ЛЕЦТЕ СМАЛЬ ЛЕЦТЕ СМАЛЬ В НЕ НУЖНО ГОВОРИТЬ ЛЕЦТЕ СМАЛЬ Итак САМИ ЛЕЦТЕ СМАЛЬ ЛЕЦТЕ СМАЛЬ ЛЕЦТЕ СМАЛЬ Ну что ж Ничего особо сложного В этой теме нету Три направления Мы отработали ДАСМЕР МОРЕ ДИ БЕРГЕ ГОРЫ И Назовем ДИ ЭКСКУСИОНН ОДА ДИ Э ШТАТ УРЛАУБ ГОРОДСКОЙ Отпуск ГОРОДСКОЙ ОТДЫХ ГОРОДСКОЙ ОТДА ГОРОДСКОЙ ОТДА ГОРОДСКОЙ ОТДА И Я делаю ТОТО ЧТОБЫ ТОТО Вот ЧТОБЫ ГЛАГОЛ УДЕЛ ВКОНЕЦ Перед ним ставится ЦУ В данном обороте нет подлежащего То есть не с чем согласовывать глагол Он стоит в инфинитиве Итак Если в обороте УМЦУ Есть возвратный глагол Например Отдыхать ЗИХЕ ОХОЛН То возвратное местоимение ЗИХ Ставится сразу же после Вот этого вот Слова УМ И причем в согласованной С подлежащим форме В согласованной с подлежащим форме Смотрите на примеры Я беру отпуск Чтобы отдохнуть Я беру что? Аккузатив ДЕН УРЛАУП УМ МИХ ЗУ ЭРХОЛН Подлежащая ИХ Соответственно здесь уже будет НЕ ЗИХ ЗУ ЭРХОЛН А МИХ ЗУ ЭРХОЛН Есть, да? Например, вопрос Ты берешь отпуск, чтобы отдохнуть? Ну, странный вопрос Но все-таки для практики мы Давайте зададим его Ты берешь отпуск, чтобы отдохнуть? НИМСТ ДУ Сильный глагол У меня есть крайнего гласа НИМСТ ДУ ДЕН УРЛАУП УМ ДИХ ЗУ ЭРХОЛН Да? НИМСТ ДУ ДЕН УРЛАУП УМ ДИХ ЗУ ЭРХОЛН ОТОР ВАС? Или для чего ты берешь отпуск? Да? То есть здесь уже будет ДИХ Потому что подлежащая ДУ Ты Хорошо И без взвратного глагола Просто Алекс поехал на море, чтобы позагорать Алекс ИСТ АНС МЕР ГЕФАРН Куда? АНС МЕР А НА МОРЕ ГДЕ? АМ МЕР Да? АЛЕКС ИСТ АНС МЕР ГЕФАРН УМ ИН ДА ЗОНЫ ЗУ ЛИГН Здесь ПИНГ ЛИГОМ Да? Здесь тоже все должно быть понятно Хорошо Хорошо